Какой версии гибели Боинга на Донбассе вы доверяете? Как и было, Украина виновата. Они все под кого-то прячутся. Россию всегда хотят куда-то впихнуть, обвинить. Мы же так к этому привыкли, честно. Но я думаю, что это не Россия. Киев сбил, Украина. Ну, тогда атаки были условия. Ну и по нашему телевидению так сообщили. Было доказано, ракета, за каким номером, с территории Киевской области. Кем доказано? Там же воинские соединения, которые и наши были тогда, и все вооружение наше осталось. И этот снаряд, земля-воздух, как раз сбил. Ну, если судить по прессе, то, естественно, Украина. Вся беда в том, что я к этому не допущен. И у меня нет таких данных. Единственное, вот сегодня обещают нам обнародовать, да? Конечно, я это буду обязательно слушать и сделаю для себя тоже выводы определенные. Нет, ну я уверена, что это не мы. Просто уверена. Ну, однозначно не нашими. Не Россией. Ну, я считаю, нет. Россия тут не... А Россия же доказательства предъявила. Невозможно, там траектория какую-то определенную. С той траекторией нельзя было с российской территорией. То есть вы примеряете российские доказательства? Да, да, да. Ну, то, что это украинцы сбили его, конечно. Потому что они заинтересованы в этом были. В чем? В том, чтобы сделать провокацию какую-то с жертвами желательно, и потом свалить это на Россию. Блин, я даже, честно, не знаю, что ответить на этот вопрос. Ну, наверное, все-таки вина лежит на украинских военных. Честно говоря, я не знаю, как ответить. То есть голландским расследователям вы не доверяете? Нет, однозначно нет. Конечно, они сейчас будут вину на нас перекидывать, еще на кого-то. Но все-таки, наверное, сторона украинская виновна. Я не доверяю средствам массовой информации в России.